Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на космодроме Восточный, и у нас есть редкая возможность походить около ракеты, стоящей в стартовом сооружении незадолго до пуска, и посмотреть сам пуск. Видео снято в формате 360 градусов, проверьте качество изображения, при необходимости вручную поставьте максимальное, это 5К, а также поворачивайте область видимости, потому что интересные вещи будут появляться с самых разных сторон. Мы находимся на стартовом комплексе ракет-носителей «Союз» и подходим к мобильной башне обслуживания, под которой стоит уже установленное в стартовое сооружение ракета. Железнодорожный вагон слева от меня – заправщик перекиси водорода. Концентрированная перекись используется как рабочее тело в турбонасосах двигателей. Она разлагается на катализаторе с выделением большого количества тепла, превращается в парогаз и приводит в движение турбины, подающие компоненты топлива в камеру сгорания. Это одно из самых древних технологических решений в отечественной космонавтике, оно заимствовано еще с немецкой Фау-2 после Второй мировой войны, но освоенные в производстве двигатели делают ракету очень дешевой и надежной. Хотя уже в 21 веке появилась модификация «Союз-2.1В», в которой стоят более новые эффективные двигатели на центральном блоке. Мы зашли в мобильную башню обслуживания, и теперь можно полюбоваться на установленную в стартовом сооружении ракету. Это «Союз-2.1В» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками «Ван-Вэб». Башня отъезжает, и получается... Сюда вот, встали в середину. Проезжает, открывается ворота, и сквозь нее проезжает... Вот эта вот вся большая махина, это вот и есть, вот мобильная башня Позлокона. Вот открываются ворота Южный, за ракетой, если сейчас посмотреть сбоку, открываются ворота Северный, все, мобильная башня отводится. Вот, и стоит. Сквозь мобильную башню, да, вот проезжает здесь вот внутри, сквозь нее. И вот, и вот, устанавливается здесь транспортно-установочный агрегат, и ракета вертикализируется, устанавливается в стартовую систему. Ракета класса «Союз» — единственная ракета, которая висит на верхнем силовом поясе, а не как все остальные ракеты, стоит на столе. Если все остальные ракеты, они на столе стоят. Здесь вот мы видим несущие стрелы, вот они этот, поднимаются вверх. И сверх вот серый — это верхний силовый пояс. Там есть так называемые клыки-клыки, которые заводятся в карманы. И вот на них уже ракета подвешивается. Вот она на верхнем силовом поясе висит. Снизу, вот эти черные конструкции с этими лестницами — это удерживающее устройство. Они снизу просто ракету удерживают, чтобы она вертикально стояла при порывах ветра и так далее, чтобы сохранялась вертикализация ракеты. А эта вода, получается, накапала? Нет, это вот по этим. Дождь, когда шел, натекло, по металлу сюда, немножко поднатекло. Вот. И это то, что мы спереди видим. Это огневое кольцо. Площадки вот эти обслуживания. Это у нас кабинное обслуживание как раз таки. Сейчас попробуем не спуститься. Снизу вы увидите. Днище, будем говорить, ракеты. Решение подвесить ракету за середину было очень изящным. Потому что синие фермы опоры держат ее в районе крепления боковых блоков первой ступени. То есть и на старте, и в полете ракета испытывает похожие нагрузки. А в процедуре пуска на службу поставили саму гравитацию. Когда двигатели набирают полную тягу, ракета начинает движение вверх. Пройдя 49 мм, клыки выходят из карманов, и четыре фермы опоры откидываются под воздействием белых противовесов, без использования каких-то дополнительных моторов или приводов. Верхнее крепление ракеты позволило также опустить хвостовую часть под стартовое сооружение, тем самым спрятав ее от ветра и уменьшив ветровую нагрузку. При подготовке к пуску, после завершения необходимых работ, кабину обслуживания, верхнюю площадку которой мы видим внизу, уберут под стартовое сооружение, а желтые фермы обслуживания сверху разведут стороны и вместе с мобильной башней обслуживания отведут на безопасное расстояние. Серая труба прямо под камерой с выступающими форсунками – система эжекции. При старте в нее подаются сжатые газы, предохраняя старт от воздействия пламени. В результате практически ничего после старта даже не приходится подкрашивать. Одно из основных достоинств закрытой мобильной башни обслуживания в том, что она защищает работающих на старте людей от ветра, холода, дождя или снега. В результате работать на восточном гораздо более комфортно, чем на Байконуре или в Плесецке с открытыми площадками. Обходим вокруг стартового сооружения, чтобы полюбоваться им с разных сторон. Обратите внимание на серые трубы с синими стрелками, стоящие на синих фермах-опорах. Это система дренажа кислорода. На боковых блоках первой ступени жидкий кислород постоянно испаряется перед стартом, и поскольку башня закрытая, чтобы не было опасной концентрации кислорода в замкнутом объеме, он дренируется наружу по этим трубам. Вот я подхожу к одной из ферм-опор, прямо над моей головой белый противовес, при помощи которого она откидывается. Слева от меня лифт, на котором можно подняться на верхние уровни мобильной башни обслуживания. А вот я перешагнул одну из труб для дренажа испаряющегося кислорода. Сооружение за следующими ферм-опорами – кабель-заправочная мачта. Она отводится за несколько минут до старта. Выйдя из мобильной башни обслуживания, отходим чуть в сторону и спускаемся под стартовое сооружение к кабине обслуживания. Вот это все, ну, стартовое сооружение. Четыре этажа есть технологические обслуживания. Шестой, седьмой этаж – это шестой на стол, это седьмой резервуар и сбором подразделения. Подойдем к заходу, вы увидите, какая вот эта большая чаша. Естественно, при выпадении осадков это все собирается вниз. И потом это все собирается в резервуары, и насосы уже откалчиваются в систему канализации. Сейчас идем на минус третий этаж, на кабину обслуживания. Все, заходим. Вот мы спустились под стартовое сооружение и вышли в нишу кабины обслуживания. Вот это то, о чем я и говорил. Это как раз-таки ниша кабин обслуживания. Вот мы видим, перед нами находится кабин обслуживания. На ней, сейчас поднимите, увидите. В площадке обслуживания поднятый вес вокруг ракеты. Это обеспечивает доступ к персоналу. Это перед запуском, по часовой готовности. Кабина обслуживания с этой площадки опускается вниз, складывается, и кабина обслуживания убывает вот сюда. По рельсным путям мы видим. И все, здесь она фиксируется. На момент пуска находится здесь она. Вот спереди, вот видим, металл, виден, это так называемая штора. Она как раз-таки закрывает весь проем, чтобы газодинамическая струя, пламя не попало сюда, в нишу кабин обслуживания, а все уходило в газоход. Вот видим этот вид и часть газохода. Ну а сейчас мы проходим мимо рельсовых путей, по которым движется кабина обслуживания, и оказываемся в совсем малодоступном месте, непосредственно в кабине обслуживания под ракетой. Может быть, самое непонятное разобраться в том, какие детали относятся к подвижной кабине обслуживания, а какие являются частями неподвижного стартового комплекса. Подсказкой может служить свет. Вот черная над моей головой – это детали стартового сооружения. Они останутся здесь в момент включения двигателей. А некрашенный металл – это кабина обслуживания, которая уйдет в свою нишу. То есть получается, что перед зажигательным устройством поставят позже, они еще не стоят. Да, сейчас пока стоят еще защитные чехлы красные, потом они снимаются, вместо них установятся уже ПЗУ. А с какого момента это происходит? Это непосредственно при подготовке, перед заправкой. В день старта, да? Да, это будет сегодня вечером. Ага. Квадратные решетчатые колонны по сторонам от меня – это элементы, по которым кабина обслуживания складывается и раскладывается. Это удобно, она занимает мало места в нише, а в разложенном состоянии предоставляет несколько уровней для доступа к различным элементам ракеты. Сейчас у вас есть совершенно уникальная возможность посмотреть очень близко под хвостовую часть ракеты, причем не музейная, это настоящая ракета, которая готовится к пуску и благополучно улетела 28 мая. Красными защитными чехлами закрыты 32 камеры сгорания 5 двигателей – 4 двигателей РД-107 боковых блоков первой ступени и 1 двигателя РД-108 центрального блока второй ступени. Большие камеры сгорания – это маршевые, они установлены неподвижно, а маленькие – рулевые, они поворачиваются для управления полетом ракеты. На боковых блоках – 4 маршевых камеры сгорания и 2 рулевых, на центральном блоке – 4 маршевых и 4 рулевых камеры сгорания. Черная конструкция, над моей головой подходящая к боковому блоку – это одно из четырех удерживающих устройств. Они фиксируют ракету снизу. Также, если приглядеться, можно заметить идущий белый провод к датчику, формирующему сигнал контакт-подъема. В каждую камеру сгорания установят пирозапальное устройство – Т-образную березовую палку с пирошашками, электрозапалами и датчиками. Вам может показаться примитивным, но это очень просто, дешево и надежно. Где-то в России есть даже рощи черной березы, древесина с которой идет на эти пирозапальные устройства. Следующая наша остановка – унифицированный технический комплекс. Сейчас мы находимся в монтажно-испытательном комплексе ракет-носителей. Именно отсюда полностью собранная ракета уехала на старт. Справа и слева от меня, в серых чехлах, разобранные для транспортировки составные части ракет-носителей «Союз». Их произвели в Самаре и привезли сюда по железной дороге. В правой от меня части зала ведутся заключительные операции после вывоза ракеты-носителя на старт. Комплект технологического оборудования размещается на местах хранения. Именно поэтому мы, к сожалению, не можем пройтись вдоль передвижного агрегата термостатирования и транспортера-установщика, которые стоят на рельсах справа спереди от меня. Полностью собранную ракету с головной частью и полезной нагрузкой перегружают на транспортер-установщик и по рельсам вывозят в горизонтальном положении на старт. В мобильной башне обслуживания открываются ворота, через которые проезжает транспортер-установщик и устанавливает вертикально ракету, вертикализует в стартовое сооружение. Для погрузочно-разгрузочных работ в ангаре есть два стотонных крана. Они желтого цвета и видны под потолком в правой части ангара. Впереди слева от меня, в темно-зеленых чехлах, половинки головного обтекателя. А у стены ангара без окон, через дверь в которую мы вошли, видны в сложенном состоянии два рабочих места для ракет-носителей «Союз». Каждое рабочее место — это три конструкции желтого цвета. Идем по левой части ангара. Слева от меня рабочее место номер два ракет-носителя «Союз». Справа — технологическое и учебное оборудование. Уже в скором времени эту часть ангара начнут переоборудовать под рабочее место ракеты-носителя «Ангара». То есть в одном монтажно-истоятельном комплексе ракет-носителей будет по одному рабочему месту для «Союза» и для «Ангары». Места и оборудования хватает. На стенде видна схема унифицированного технического комплекса. Мы находимся в монтажно-истоятельном комплексе ракет-носителей. Также есть монтажно-истоятельный комплекс космических аппаратов, склад блоков. И три этих ангара соединены трансбордерной галереей. Проходим мимо оборудования для транспортировки частей ракеты-носителя между ангарами. Обратите внимание, что оно находится на рельсах. И выходим в трансбордерную галерею. Трансбордер можно встретить только на космодроме Восточный, на Байконуре или в Плесецке его нет. Это изящное техническое решение, сокращающее количество крановых работ и в целом упрощающее перемещение частей ракеты-носителя между монтажно-истоятельными комплексами. Мы вышли из мига ракет-носителей. Перед нами склад блоков, ангар, куда прибывают части ракет-носителей, спутники и так далее. А в дальнем конце галереи вход в миг космических аппаратов. Желтая конструкция около меня непосредственно сам трансбордер. Лоток, точно позиционирующийся при помощи автоматики, который, как лифт, развозит компоненты между рельсами в соответствующие ангары. Заходим в склад блоков. Обратите внимание, что из ангара выходит несколько рельсовых путей, каждый с индивидуальными воротами. В левом дальнем углу ангара огорожено пространство, где вовсю идет монтаж барокамеры для пилотируемого корабля «Орел». Диаметр барокамеры 9 метров. Ее компоненты были доставлены на космодром Восточный северным морским путем. Заходим внутрь огороженной зоны, видим, что большая часть деталей уже собрана в единое целое и отлично слышим, как режутся технологические отверстия. Заглядываем внутрь и можем непосредственно увидеть, что это такое диаметр 9 метров. Еще раз окидаем взглядом барокамеру снаружи. Видео это не попало, но осталось смонтировать еще только одну торцевую деталь. А рядом в ангаре стоят контейнеры, в которых на космодром приехали 36 спутников OneWeb. Каждый контейнер весит 11 тонн, имеет автономную систему кондиционирования и, например, такие важные вещи, как указатель положения центр масс. На этом наша прогулка по унифицированному техническому комплексу завершается. И следующая остановка, самая впечатляющая, наблюдение за пуском ракеты. Сначала нам немного не повезло. По техническим причинам пуск перенесли на резервную дату. Вперед на одни сутки. Но тут нам повезло очень сильно, потому что наши билеты еще позволяли посмотреть на вторую попытку пуска. Обратите внимание на следящий телескоп с камерой, около которого я стою. В хорошую погоду он позволяет в отличном качестве наблюдать за улетающей все дальше и дальше ракетой. Готовный спуску 10 минут принял, 50-й. Готовный спуску 10 минут принял, 60-й. Готовный спуску 10 минут принял, 70-й. Готовный спуску 10 минут принял, 50-й. Готовный спуску 10 минут принял, 100-й. Ночь, дождь, до ракеты 2 километра, я стою и размышляю, что похоже зря пытаюсь заснять пуск с такого расстояния 360 камерой, но практика покажет, что очень даже не зря. Аудиодорожку я оставил без изменений, громкость можно оценить по звучащим рядом голосам. Спасибо. 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 К сожалению, камера не может передать дрожание грудной клетки от звука. Летящий в нескольких километрах ракеты и динамический диапазон человеческого глаза несколько получше. Видно факел пламени, который, кажется, протянулся от горизонта к зениту, но вы можете видеть, как ракета засветила практически все небо. Сто тридцать секунд. Сто тридцать секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Сто сорок секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. Сто пятьдесят секунд. Парамет реконструкции ракеты-носителя в норме. Сто шестьдесят секунд. Параметры системы управления ракетой-носителя в норме. Я не умею громко восхищаться, но право слово это было круто. Надеюсь, Роскосмос будет развивать туризм и вы когда-нибудь сможете тоже лично посмотреть, насколько классное зрелище стартующая ракета. А мы тем временем отправляемся обратно на стартовый комплекс. Три ступени ракеты-носителя «Союз» уже выполнили свою работу, дело осталось за разгонным блоком «Фрегат» и люди, которые готовили к старту ракету, уже могут с чистой совестью праздновать. Осматриваем стартовый комплекс после пуска. Мы стоим у отъехавшей назад мобильной башни обслуживания, а впереди видны раскрытые фермы опоры и отведенная кабель мачта. Ну и напоследок поздравления стартового расчета. От всей души здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго. Разгонный блок. Ракета задачу выполнила, разгонный блок начал выполнять. Ну, все будет нормально надеяться. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, поздравляю с успешным запуском, благодарю за качественную работу. Было непросто в последние сутки, но мы с вами справились, как и всегда. Две ракеты у нас на подходе, расчетное время прибытия 7-8 число. Одна машина летает 1 июля, но вторая машина, скорее всего, полетит в октябре. Решение окончательное, об этом будет принято, я думаю, в ближайшие недели-две. Спасибо большое за работу, за новую встречу. Уважаемые коллеги, уважаемый боевой расчет. Спасибо вам за эту работу. Научились отсюда запускать ракеты. Сегодня 9-й успешный пост. Впереди еще много работы, дай бог, чтобы она была. Потому что работа – это наше благосостояние. Спасибо вам за проделанное. Работа была нелегкая. Знаете, наверное, что не так все просто происходило и перенос. Но будем надеяться, что таких работ тяжелых будет меньше. А легких работ и успешных будет у нас побольше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наградить ценным подарком ООРКЦ «Прогресс» Гуянов Михаил Викторович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Осягин Виталий Викторович Космический центр Восточный Отдел эксплуатации Телекоммуникационных и информационных Георгиевских систем и комплексов Самокин Александр Иванович Космический центр Восточный Управление и Организация контроля качества Черягкин Евгений Александрович Коллектив ООС Тарсен В лице Жан-Флот Город На этой мажорной ноте Я заканчиваю свой репортаж Спасибо, что смотрели Надеюсь, что вам понравилось До новых встреч, дорогие друзья